Добрый день или вечер всем. Я Юрий Розанов и Василий Соловьёв с одним зонтом в ливень на трибуна. Ну, с нами-то ничего не будет, а вот не пострадает ли наш пульт комментаторский? Ну, слава богу, мы тут всё укрыли аккуратненько целлофаном, поэтому будем работать, нужно нам не привыкать её. И с дриблингом удар сейчас вложится и игрок, я практически в этом не сомневаюсь. Педро. Ани. Идёт игрок в подкат, по-моему, не нарушая правил, мяч забирает. Вовремя вступил в борьбу, правильно позицию выбрал, был достаточно агрессивен в отборе и получил по заслугам. Вот, пожалуйста, его команда будет бросать мяч из-за бокалов. Весьма вероятно, что самый большой километраж набегал сегодня Ильеста. Ну, а что поделать, если он успевает и в атаке, и в обороне? Такой вот он полузащитник. Препятствует фланговой атаке соперника, успешно, без нарушения. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам? Безусловно, повреждения и есть, можно даже сказать, травма, но вряд ли она настолько серьёзна, чтобы с поля уходить. Или мне только так кажется, Александр? Есть подозрение, что во время разворота мог растянуть себя. Думаю, надо бить и забивать. Видно, парень учился подкатом, исполняет здорово. Как исполнил сейчас передачу. Что говорит Леонель Месси? Петро. Смотрим и любуемся на Месси. Думаю, надо бит и забивать. Удар по воротам. Шанс для Барсы. Команда будет выдавать угловой. Я бы не назвал эту угловую. И вот бьёт он головой и с головой. Дани Ауэс. Петро. Порой и действия в обороне могут вызвать чисто эстетическое удовольствие, как вот в этом случае. И как дальше атаку развивать? Можно по-всякому. Думаю, надо бить и забивать. И вот он удар по воротам. А это даже можно назвать и стыком. Хороший шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара по воротам. АПЛОДИСМЕНТЫ И место. Как здорово поле видит этот игрок, а? Он может и сам послать на свободное место, заставить сделать рывок. А может и откликнуться на этот рывок. Ну и кто ещё открыт? Через кого атаку продолжать? Обратный пас. Они вроде никуда не спешат, но это они ведь делают. Ослабит соперник гид, не спешит, пропало. Думаю, надо бить и забивать. Опасно. Удар по воротам мимо. Черкилбушкетс. Кто творит Лионель Месси? КОНЕЦ! 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 ПАНЕЦ! КОНЕЦ! И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно по воротам пробить. Есть поддержка справа Чуть-чуть поторопился игрок и забежал в офсайт Очень важный нужный для защиты перехват Думаю, надо битвы забивать И арбитр показывает на точку Битвы забил, битвы забил, битвы Хорошая реализация, примерно так и надо бить пенальтик Хороший гол, нравится, да? Редкий такой случай в игре, когда вроде бы мяч никому не достался И пространства много Давайте торопимся, ребята И что здесь? Пока что остановка Уходят команды на перерыв Единственный гол был забит в эти 45 минут Ну и надо больше бить поворотом, конечно, в таком скользком поле И надо меньше падать Часто это провоцирует команду взамен Вторая половина игры Ну что ж, посмотрим, что новенького команды нам припасли Инъеста сегодня играет в стартовом составе Ждем красивых пасов Не удалось игроку добиться своего Мяч у него отобрали И кто подберет его теперь? Ани Деймар И, пожалуй, что можно бить Это органично будет смотреться Ки-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ку-ши-я-рас Что творит Леонель Месси? Думаю, надо бить и забивать. Ну же, спасает голки перворота, но придется еще ему стараться. Видим мы борьбу. Хороший, чистый и безвопросный отбор. Дани Аллес. Они. Черт, Калбузгетс. Вы знаете, это многие назовут бежонством. И здесь надо было встречать и встретить. А до воротки не так уж и далеко. Вполне возможен удар. Думаю, надо бить и забивать. Может быть, это и вправду второй Барадона. Это Месси. Ариев. Пока все очень здорово. Сам по себе процент ладения мячом, он не так много определяет. Потому что в эти 50% ладения, да, одни могут сделать вот это, а другие вон то. Вот. И счет на табло может быть такой, как мы имеем, а может быть и оборот. Поэтому, ну что, примем к сведению. Думаю, надо бить и забивать. Удар! И это промах. Вась, с другой стороны, все-таки должны игроки уже как-то приспосабливаться к ходу, да? Ну, в общем-то, не первый день играют и не в первый раз в такую погоду. Не исключаю того, что оба тренера решили добавить свежести в действие своих команд. И вот потеря в центре поля. И вновь вместе с мячом. Думаю, надо бить и забивать. Хороший момент. И не только вратари должны преграждать путь к мячу. Этот перехват награда за его старания. Смотрим и любуемся на Месси. Педро. Практически упирается в угловой флаг. Игрок будет подавать. А что с ними случилось-то? А почему так неграмотно в обороне действовать? Тут думать вредно. Тут надо быстро реагировать на мяч. И последние минуты. Пока они не истекут. Я ни на такой прогноз не отважусь. Как внешне легко порой, кажется, да, Барселона создает моменты. Забрался вовсайк. Футболист пробьет соперника. И сейчас замена будет. Хави с поля уйдет. Пацанец. Может быть, это и правда второй Барадона. Это Месси. Ну что ж, игра завершилась. Ну и вот вам, пожалуйста, бунт приговоренных, если угодно. Выше всяких похвал и наград.